К 2020 году в Ульяновске полностью завершится реализация уникального проекта жилого комплекса с набережной, парковой территорией и живописным видом на Свиягу. К строящемуся объекту внимание приковано можно сказать ежесекундно. На данном этапе здесь полностью обустроена летняя плаза, а через насыпную территорию увеличена набережная. Сейчас в длину она растянулась почти на километр. Когда мы первый раз обратились в этот участок, посмотрели, что он из себя представляет, и вместе с властями, с городом нашли понимание, что развитие могло бы быть именно с этого места, потому что это место три микрорайона соединяются, речка есть. За ходом работ, как оказалось, следят не только региональные власти. Объект сопровождения губернатора Ульяновской области Сергей Морозов посетил полномочный представитель президента в Приморском федеральном округе Михаил Бабич. Федеральному гостю рассказали, а с помощью специальных 3D-очков даже наглядно показали проект ландшафта, экотропы, будущие виды набережной и где на территории жилого комплекса расположится парковая зона, детские и спортивные конструкции. После Михаил Бабич ознакомился с результатами реализации на территории области программы формирования комфортной городской среды. Презентация прошла в Заложском парке Прибрежный. Программа по области затронула порядка 63 тысяч участников непосредственно, потому что у нас были дворы, где жители выходили, участвовали в дворах, в дизайн-проектах, в своих дворовых территориях, в своих общественных пространствах. Поэтому, если считать, например, ульяновский микропрад, это основное, да, у нас избирательство такое, то это порядка 63% не хватило. Серьезные изменения претерпел и сам парк. Зеленую зону расширили, отдельно обособили детскую площадку. К Новому году сюда завезли светодиодные конструкции оленей и снеговиков. Поселились прибрежные и топиарные фигуры с центральной части города. А уже с наступлением теплого времени года к пляжу прямиком из парка можно будет спускаться по новой лестнице. Следующая остановка полпреда – Ульяновский авиационный колледж. Здесь базируется межрегиональный центр компетенции, где, в частности, готовят будущих чемпионов международного конкурса профессионального мастерства WorldSkills. Среди них, например, студент третьего курса Матвей. Парень с легкостью справляется с любой задачей и знает все о двигателях самолетов и эндоскопах. Мое задание заключается в том, чтобы искать дефекты в жаровой камере вот этого двигателя. Он списанный, отработал свой ресурс. Этот двигатель с вертолета Ми-2 газотурбинный. Мое задание заключается в том, чтобы с помощью эндоскопа искать внутри дефекты. Михаил Бабич ознакомился с работой двух основных площадок межрегионального центра компетенций. Это тренировочные и учебные полигоны. Последний, в свою очередь, работает по шести компетенциям WorldSkills – ремонт и обслуживание легковых автомобилей, авиационной техники, сельскохозяйственных машин, механику грузовых автомобилей, кузовно-ремонт и автопокраска. Здесь участник получает навыки работы со стапелем, навыки работы с ручным инструментом, навыки работы со сваркой. Сварка, начиная от обычных полуавтоматов, заканчивая мировыми брендами, такими как каролайнер – точечная сварка, техно-точечная сварка, каролайнер – медная пайка. Ульяновская область стала одним из семи субъектов страны, где существует и с успехом прижился этот проект. Центр также готовит рабочие кадры специалистов среднего звена по ГОСТу, то есть в соответствии с международными стандартами и передовыми технологиями. Ринат Алиулова, Данил Сурков, новости Ульяновской правды.